Продолжение следует... 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 потому что лишнее разрушение структуры почвы, поверхности, лишнее выравнивание, после села все-таки остается грибнистость на поле, способствуют эрозионным процессам и выдуванию подсолнечника. Потом хотелось бы мне обратить еще внимание на наш на слуху озяняющий эффект. Сингент уже немножко пересмотрел подход к этому вопросу. Бас, смотрю, еще немножко на этот момент ссылается. Я бы назвал его не озяняющий эффект, а препятствие оттоку питательных веществ от листьев, семена. Был такой у нас опыт, когда мы работали с травирулинами и по бутону, и после светения, мы совмещали с обработками басовки, и получался посолный шлик, зеленый как елка, шляпка уже имеет семена 10% влажности, а листья абсолютно ничего, семена не отдали. А мы еще десекацию сделаем там, декватом, перекисью водорода, порвем клеткой, он вообще просто загербализировался. То есть препятствие естественному оттоку питательных веществ в шляпку. Поэтому с астрогрулинами можно защищать посолочек от болезни, но только до фазы 6-8 листьев. Дальше должны быть другие действующие вещества без раздвиняющего эффекта. Потом у нас еще был такой опыт по борам. Казалось бы, бор есть дешевый, жидкий, но все жидкие боры, они готовятся одним способом. Вы знаете, это способ приготовления бора, когда борный кислотат в определенном спирте растворяется. Но жидкий бор, он любого производителя имеет очень высокий PH, щелочный. Мы попробовали вытягивать PH-регуляторами, технофитами, еще это всевозможными. Это PH, это безнадежная тема. То есть мы последние годы перешли на сухой бор. Но вот у нас, не буду рекламировать сухой бор, он более кислый. Изначально он работает как PH-регулятор. И вопросы по свертыванию, а мы-то работали чистыми препаратами, мы-то чаще всего туда и перетроиды закладываем, и фунгициды. Чтобы не испортить действие этих препаратов, все-таки за PH-раствором надо следить. А это сейчас тоже очень актуальная тема. То есть приобрести серьезный PH-метр, я думаю, уже обязан каждый из этих воспроизводителей. Потому что какой водой мы работаем, из речки, какое-то засоление, сколько-то взвеси. Мы просто часть препаратов можем покинуть на ветер. И регулирование PH для нас очень важно. Рад, что у меня в связи с этим вопросом будет. Да. Есть вопросы к Галиле Ильичу. Можно? Опытный агроном. Да, пожалуйста. Галил Ильич, ну, прежде всего, да, хочу сказать о том, что у нас выходит нефунгицид сейчас, который будет лишен тех недостатков, о которых вы говорите. Ну, и здесь нужно обязательно обращать внимание на правильные сроки применения задач агросервиса, в том числе и моя задача, это наглядно показать, когда нужно применять правильно, для того, чтобы тех негативных моментов, о которых вы говорите, не произошло. Вопрос у меня там следующий. Подскажите, пожалуйста, вот подсолнечник крупноплодный, у него обычно меньше выровненность в плане сроков цветения. Вот как вы с этим вопросом боретесь, да, почему? Потому что растянутый период цветения однозначно больше влияние на это суховье. Ну, сказать, что смещение 1-2 срока сева на очень ранний период, я бы не сказал. Например, были такие периоды, когда ранний посев попадал в период холодных дней, подсолнечник сходил поздно, и подсолнечник, посеянный позже, бывало, даже обгонял его не только по развитию, но и по урожайности. Поэтому здесь вот было правильно сказано, надо создавать эти точные прогнозы, надо ориентироваться и по температуре почвы, и по ближайшим прогнозам, и принимать правильное решение по севу. Значит, немаловажно еще у подсолнечника выбор семян. То есть сейчас на рынке очень много бизнесменов, которые хотят на нас обогатиться, предлагают различные семена. Но вращение подсолнечника – это тоже очень высокое искусство. И качественное семеноводство на первичном этапе очень многое дает для дальнейшей выровенности и для урожайности. То есть мы столкнулись с такой проблемой, что вот хорошие, большие поставщики, ну вот у них эта гигантомания приводила к тому, что они теряли качество первичного семеноводства, они не делали тщательно сорточистки, а там надо и первосветы выбивать, и подсветы выбирать. Приводило к усилению невыровенности самого светения подсолнечника. Поэтому если выбрать более достойного поставщика с высокими требованиями к семеноводству, то такая проблема не влияется. Ну, думал, что это не гибрид, он светит в месяц, но хотя бы поменьше ранний цвета и подружков можно добиться качественного семеноводства. Спасибо. А диссекацию вы делаете? Диссекацию мы практически всегда делаем, но здесь вопросов по диссекации тоже очень много. Мы делали высококлеренсными опрыскивателями, но клеренс даже в метр восемьдесят всегда приводил к большому травмированию растений подсолнечника. То есть мало того, что прямое поваливание, а еще есть такой эффект, как шворканье. То есть травмированные шляпки или там цветки подсыпались, там сразу мышечная роса на них цепляется, болеет. То есть очень тема такая тонкая. Авиацию применять? Ну, сами знаете, что такое авиация? Надо, чтобы был полный штиль. Да, вроде бы адекват работает при умо, при всему, но хорошее качество получить при авиации тоже проблема. Сейчас вот новая фишка пошла, квадрокоптерами делать диссекацию. Ну, тема новая, по студии дела Китая, по студии на квадрокоптерах все выращивает. Думаю, может, из-за этим будущее более точные седения. Ну, опять же, очень жесткие погодные условия. Мы, например, в этом году хотим сделать подсолнечник под надземное опрыскание технической коллегии. То есть это такой у нас будет эксперимент, потому что в прошлом, в прошлый сезон мы видели, там даже где опрыскали, затаптовал гядок на начальных стадиях развития. Соседние подсолнечники, они забирают каждое вещество, забирают и влагу, которая в этом, вроде бы как, широком междуряде, за счет размера шляпки, за счет выполности земля не пустует. Но за счет того, что у нас не будет травмирования, не будет выламывания подсолнечника, не будет портиться то, что уже выросло, а пускай лучше эту влагу заберут в соседний рядок. Я думаю, это тема перспективная, поэтому все-таки мое мнение, это должно быть детская коллегия и высококлиническая приставка. А созревание, как и глядя? Созревание ничем не отличается, а диссекация все выравнивает. По диссекации, конечно, еще хотелось бы один момент. Кронический подсолнечник, это не масличный. То есть стебель не в пальчике, а в руку, шляпка. И чаще всего разносроковое созревание, это имеется в виду очень много еще растений, которые опаздывают по вегетации. Поэтому дозы адекватные, конечно, должны быть полуторные, а то и двумя, чтобы достичь желаемого результата. Но, не повторяя ошибку, как наблюдалось часто, ранней диссекации. Вот, хотят получить ранний подсолнечник, зеленое растение, пытаются убить. Да не убьешь зеленое растение, такое мощное, здоровое. И недобор урожая. Да, и недобор урожая. Поэтому диссекацию по сроку надо все-таки смещать в более поздних сроках, чтобы чисто зачистить поздушки, остающие в развитии, в созревании, в высыхании растения. А не стараться диссекации высушить зеленое мощное растение. Это главный принцип диссекации. Олег Юрьевич, спасибо. А можно еще раз спросить на ситуацию с вредителями, в частности, с сока, методы предупреждения? Я бы такой сторонник, чтобы биопрепаратами поработать по соке, а еще и тригограмму растереть. Ну, конечно, это у кого высший пилотаж, и кто до этого дорос. Обычно работаем амплига. Мы работали от раньше и до светения, и после светения, когда была большая вспышка в позапрошлом году. В прошлом году вспышка была не сильной, и обработки до светения было достаточно. Опять же, высыхательные опрыскили, фаза розетки. Ну, можно принять и авиац, но там уже фунгицид несовместим с небольшими дозами раствора. То есть для фунгицида нужен вылив, а мы обычно делаем комбинирные обработки. Там и бор у нас, и инсектицид, и фунгицид. Это обработки и восемь листьев, и фазу бутонизации. После цветения это по необходимости. Тут надо с человодами очень иметь тесный контакт, надо с ними договариваться. Есть необходимость работы после цветения. Пасеки должны быть удалены с поля, потому что как не защищайся, а все равно, чтобы не было проблем, надо пасеки, чтобы уезжали. Спасибо, Олег Юрьевич. Спасибо.